приветик друзьям с вами лена канал ленуся мор я приехала вчера отлежалась дома осмотрелась теперь решилась вам снять видосик перед этим подредактировала по собрала там фрагментики все что я снимала кому будет интересно это будет в конце сначала поговорим про вышивку вот я там вышивала вот этого ванрумовского котика вышивальщика вот так вот совсем маленький сюжетик осталось ниточек довольно много так кот ты лег прямо на этого кота извините дайте пожалуйста вот такой вот котик вот такой вот котик из него выйдет неплохая сумочка шоппер так вот с двумя ручками да посмотрите какой кот самый простой на самый простой конве какой-то левый непонятный не той тут была просто и до вложено но я взяла вот такой отчетами которые не туда не сюда но для сумочки шоппера как раз пойдет такой вот кот весь запутанный в нитках запутанный в узлах настоящий вышивальщик и еще конечно же я вышивала свою нанесеночку нанесеночку своих попугаев вот они на вышивала что мне удалось сделать мне удалось закончить вот этот весь нижний угол и переставиться сюда и здесь я немножко начала но понятное дело что особенно много я не успела все таки мы были заняты поездками морем речкой и прочими экскурсиями поэтому но все равно кусочек закончен кусочек начат это уже хорошо кое-что продвинуто там у меня по плану в августе было опять пройтись по всем работам нанесенка одна из этих работ поэтому вполне себе законно было ее вышивать в начале августа что я и сделала это в принципе все по вышивке что мне удалось в этом месяце понятно но но а да но в начале месяца тоже я что-то делала кажется орегано орегано вышивала вон она висит прямо передо мной поэтому более-менее более-менее сейчас надо конечно вписываться в обычную жизнь тем более осталось ничего до школы надо как-то быстренько быстренько выходить в колью нормальную есть всякие срочные вещи которые надо сделать ну слава богу тут все дети справились с хозяйством собаками курами уборкой и поливом и всем прочим с подготовкой покупками все все выжили все живы здоровы все как только мы приехали они все это радостно свалили опять на нас так что ладно короче дальше все пойдет своим череду и сейчас я вам оставлю видео всяких своих фрагментов чего она снимала а сама с вышивкой на этот раз заканчиваем надо мне еще сообразить и подумать что мне вышивать дальше за что мне браться у нас какое сегодня у нас шестое число что ли да шестое число а восьмого у нас лукас лукас котята мои ой как-то все как-то все далеко отодвинулась сложно честно говоря ну ладно ну лукас лукас впереди так и потом наверное соточка со сказками а там видно будет короче попытаюсь я потихонечку опять вернуться к нормальной не отпускной жизни вот такой котик вышивальщик но она кому интересно смотреть про отпуск смотрите дальше здесь коры очень интересные непростые какие-то как у нас например необыкновенные а вот такие вот породистые здесь два красивых петуха вот и на этом месте гуляют один из них здесь другого пока чего-то нет у них такие лохматые ноги они все-таки крупные специально подошла чтобы их поснимать смотрите курица побежала вот это вот наша дверь с двумя шезлонгами и сушилкой пойдет ее загонять обратно к порядку приводить сегодня стала границу охранять а это зона отдыха около нашего домика около наших апартаментов тут вот для гостей все предусмотрено вот это вот наша дверь с двумя шезлонгами и сушилкой прямо у калитки поэтому мы можем уходить то есть я могу уходить рано утром никого не беспокоя на пленэр вот моя картина начата я просто так вот ухожу и тут уже вон маша машина наша стоит и иду туда вон по дорожечке к речке а возвращаюсь и какую-то картину ставлю здесь удобный уголочек что может посушить посушить и посетители гости остальные хозяева любуются а это речка речка пша да она совсем рядом камнистая чистая теплая купаться можно что удивительно хоть и горная речка я думала она будет ледяная вода но здесь очень теплая вода на перекате очень теплая вода и я вот это место где гора торчит видите речка и гора торчит пишу на второй вторую картину делаю пасмурное утро прихожу сюда вот вот Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok А здесь вот такая маленькая, ну затончик, наверное, как его назвать, ответвление, да, от речки. Тут рыбка будет садить, и мясные ловят рыбку. А если дальше пройти, опять же, по перекатику, то следующее. Место там поглубже, и там купаются. Там глубина примерно полгрудь. Я берусь там к человеку, там эти ветки вот эти ветки лежат. Голубая водичка. Вон там купаться нужно. Можно руки не сдавать? А это мы едем в Геленджик. И тут вот такое место, если с дороги открывается, такая как бы чаша, ну да, с горы. Вот это весь пространство, вот это массив, вот это громадное, такая вот... Вообще, все тут такое грандиозное, поразительное, очень. Люди живут в такой вот грандиозности, живут себе свою обычную жизнь, вот это как странно вообще-то. Такие просторы открываются, просто с некоторых мест они невероятные. Вот это все лес этот, туда бы пойти, там был погулять. А это вот второй петух появился. У тех же хозяев, но почему-то два петуха. Вот тут пестренький и вот этот красивый, нарядный, прям классический петух. И правда, у него есть черные низы, такие же косматые ноги, подштанники. А вот и второй тут, наверное, должен быть. Вон какая тут река широкая, смотрите-ка. И спокойное течение, тут, наверное, купаться можно хорошо. Сейчас перейду на тот берег и посмотрю, что там. По колено, по колено. Смотрите, какая лада тут спокойная. Сейчас грохнется вместе с телефоном. Да, хорошо. Широкое течение. И она же служит дампой заодно, загораживает поселок от разлива реки. Потому что река весной здесь очень-очень широко, мощно, высоко поднимается, бурно течет. Ей нужна вот эта дампа в виде дороги на две функции выполняет. Вокруг нее тоже такие типорвов. С этой стороны вот очень ухоженно. Кто-то косит тут лужайку. Какой-то дядечка частным образом заботится. Он же сам частным образом построил вот эту детскую площадку. Ну, то есть мне сказали местные, что кто-то недавно купил дом вот в этой улице. Потом у него родился ребенок. И он построил вот эту площадку. Нанимает человека, который косит. Так вот, тут несколько улиц этого поселка выходят прямо сюда, на эту заднюю дорогу. Здесь мы ходим по такому мостику. Вот этот рвы дополнительные, которые собирают воду. То есть мало того, что дамбы, еще и рвы. Тоже необходимы для безопасности. Тут вот мимо сада я иду. Какой-то сад. Вот калина вдоль забора, кажется, растет. А внутри персики. Тут у всех растут персики. И в основном персиковые сады держат. Но яблок есть еще, оно поменьше. Такая вот лесенка прикольная. Спускаемся вот у вборов. Он довольно высокий. Выше человеческого роста значительно. А вот тут вот какие-то странные ягоды. Скорее всего, ядовитые. Не стоит их даже трогать руками. Вот и отсюда мы выходим на нашу тропиночку, которая ведет к нашему домику. Вот так вот. Небо. Как видите, тропиночка. Поваленные деревья такие очень живописные лежат. Вот такая, видите, сумрачная дорожка уходящая. В чайщу, там сумрачно даже в самый ясный день. А это вот и наша улочка. Она очень коротенькая. Тут всего 8 дворов, как сказали. 4 дома живут постоянно люди. 4 дома живут летом. Но те, кто живут летом, они не сами по себе живут. Вот они именно туристов пускают. Вот эта собака шпит все время. На слайд. А вот это варенье из шишек девчонки наши заказали. Нашли мы 2 баночки, купили. Чисто шишки. А в чём они? Короче, пахнет шишками и на вкус шишки. Только сладкая. Тут, видите, холодильник, кастрюлька вон, сосиски дети варили. Хозяйство короче, полное с настроеками. Мы были, когда в Сослах, там вы уже такой же столбик делали. Это ход экономии. Да ладно, конечно. Такой же. Делим сюда. Жесть вообще, жизнь. А тут помедлее. Медлее. Вот тут, как видите, мы поднялись по канатной дороге в парк, который называется Олимп. Тут что над Геленджиком. И забрались ещё и на колесо. Плюс 24 метра к высоте горы. Вот тут открывается вид полный на всю бухту. На Геленджик. Говорят, что эта бухта образовалась от падения метеорита. Поэтому она такая круглая. Ну, колесо такое старой конструкции, ещё, наверное, советской. Какое-то такое шаткое, минимально защищённое. Вон там, видно, та сторона перевала. Тоже очень интересно посмотреть, что там творится. Но с земли там не посмотришь, потому что заставлено всё бачками с мусором. И какие-то баннеры визят рекламные. Вот с колеса более-менее видно. А вот это мы уже пошли на спуск. И спускаться, кстати, интереснее, чем подниматься. Смотришь вниз на весь этот вид. Особенно надо поугадывать так, чтобы вот солнышко как раз садилось, чтобы не било в глазах. Тогда нормально. Ну, ещё интересно, говорят, спускаться вообще, когда темно. Там весь город светится. Ну, мне хотелось именно посмотреть всё-таки пейзаж. Как он выглядит при свете дня, а не в темноте. Огни в темноте можно где угодно посмотреть. И видео полно, кстати, с этого места. Очень много поднимающихся, спускающихся, снимавших всё это. Вот такой склон, видишь? Вполне себе удобоваримая дорожка. Главное, на брёвна не находить. А так вот спокойненько можно вверх-вверх идти. А это вот вниз-вниз идти. Вот вниз идти будет тяжелее, по-моему. Всё, я на вершине. Всё вокруг идёт вниз. Вот оттуда я пришла. Вот оттуда. Вот этот склон идёт вниз. И там... Смотрите уже. Вот. Там тоже склон идёт вниз. Всё. Я достигла верхотуры. О, смотрите. Залезла на свою гору. Всё, видите? Там идёт вниз. Здесь, конечно, других гор не видно, но видно, что склон уходит туда. Правда? Вот. Я, конечно, туда спускаться не буду. Мне незачем. Хотя, может быть, там даже есть что-то типа дороги. Но вот она самая вершинка, самый бубешок. Сейчас я делаю перерыв. Сяду на пенёк, съем пирожок. Вот так вот. И побежу отдохну. Так что, Юра, пока забирать меня не надо. Я тут в тенёчке на одеялке прилягу. И насладюсь интровертизмом в полной мере. Короче, я тут лежу и собираюсь поспать. Здесь полное одиночество. Ни одной живой души в ближайшие два, пару километров точно. А может и больше. Так что я тут понаслаждаюсь. Видите? Лежу. И буду спать. Спустилась я, естественно, в другом месте. Вы же знаете, я не люблю по одной и той же дороге возвращаться. Поэтому я спускалась по-другому. Немножко кружным маршрутом. Искала спуск прямо к поперечной дороге. Но не сразу. Там очень круто. Но всё-таки нашла. И вот теперь я выхожу. Уже метров, наверное, двести прошла от места спуска. И выхожу на вот этот самый перекрёсточек, где наше поле. Тут по дороге прошёл какой-то мужик и проехал УАЗик. Так что не совсем пустынно. И когда я была на горе, я слышала внизу чьи-то голоса. Детский и женский. Так что там чей-то лагерь стоит с той стороны моей горы. Ну, я туда и не пошла. Хоть мне и было любопытно посмотреть, кто там. Но я, тем не менее, не пошла. Вот наши просторы. Фух! Сейчас выхожу к соснам. Вот это сама гора, на которую залезала. Вот это мой маршрут. Здесь не очень высокое место. Всего 170 метров. В принципе, здесь я обозначила время, которое шла. А это море после шторма. Вчера был шторм. Сегодня оно ещё не очень успокоилось. Мы пришли на наше место. В соснах бывший кемпинг, который теперь закрыт. Там такой уютный дикий пляжик. Маленький, где почти никого не бывает. И вот там такие вот волны. Обычно там плавают, типа дайвингом занимаются. На мелководье всякие любители в маске поплавать. Но это когда, конечно, море спокойное. А сейчас вот такое большое волнение. Мы искупались. Я вот снимаю мужа с ребёнком. А потом я и сама тоже пошла там поплюхалась. Очень, конечно, прикольно. Такой, типа, аттракцион. Но, правда, здесь очень каменистое дно. Скалистые. Не такое, как на официальных пляжах. Поэтому слегка в припое может и побить, и поцарапать. А камни. Но всё равно у нас добываемые ощущения, конечно. И все официальные пляжи в этот день были закрыты, конечно. Только вот на таких диких можно было покупаться. На официальных вообще всё было выбрано. Закрыто, занавешано, завешано. Составлено всякими знаками. И ни в коем случае нельзя покупаться. В этот день многие снимали на YouTube. Полно видео, как там затопило даже пляжи. Захлёстывало на обеих. А это я, как и было обещано, вышиваю, сидя в саду. Так, как это обещала. Ну, конечно, я так не вышиваю тут на солнцепёке сидеть. Если и сидела, то вон там в тенёчке, вон там под зонтиком. Вообще, я просто дома сидела, вышивала под кондиционером. Это гораздо удобнее, чем вот так вот на солнышке попариться. Ну, чисто для вида. Сколько тут цветов. Всё так ухожено. Смотрите на это. Эти огромные цветы. О, красота. Красота. Смотрите. Там сад. Туда жильцам заходить не велено. Это хозяйская территория. А вот, видите, Терсики висят. Да, персики. Терсики просто висят на дереве. Здесь вот есть умывальничек. Душ. Два душа даже. Здесь опять сад. Душ очень приличный. Есть ещё уличный туалет очень приличный. Здесь вот отдельный домик. Муж говорит, что надо на будущий раз снять вот такой домик. А там вот наш таунхаус, так сказать. Какие-то интересные. Душа, так сказать. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok Ну, мы будем объезжать в Москву. Все будем объезжать вообще. Когда заезжать не будем, будем только отъезжать. Ну и вот мы, слава Богу, дома. Рыжик по мне соскучился. Единственный из котов по мне соскучился. Барсик соскучился по папе, а Рыжик соскучился по мне. А другим котам вообще пофиг. Так, собака тоже не похожа, что соскучилась. Так, это вот моя картина. Вид солнечного утра на дорогу с виноградником. И вид пасмурного утра с речкой. Ну, хотя цветопередача никуда не годная. Вот такой вот пейзажик получился. Утро солнечное и утро пасмурное. Ну и все, пока-пока.